Сняли обшивку, но обшивку я не хотел менять, и окна куда-то потянулись. Если даже я буду трейлеры каждый сдавать по тысяче долларов, я буду все равно иметь шесть тысяч долларов в гармане. Всех приветствую на телеканале Fuseman, меня зовут Руслан, я возле почты. Меня ребята из России попросили отправить им вот такие вот два yellow jacket, они заплатили за это, wireless pressure gauges. Я был в двух местах, в общем, в одном месте, где отправляют USPS, в вот это место как раз, в другое место, где отправляют Fidex и UPS. И знаете что? Отправлять посылки нельзя в Россию, вообще никакие. В общем, деньги я верну, вот эти вот wireless pressure gauges придется кому-то подарить теперь на работе. А те деньги, которые мне пришли, вернее, пришли Ильясу на российскую его карту, потому что мои карты уже давным-давно никакие не действуют в России. Ну ладно, ничего страшного. Этот выпуск я, конечно, хотел начать еще с одной печальной новости. Тот человек, который меня в какой-то части обучал в компании Sunny Appliance Repair, Александр Трофимов, или Трофимов, он, к сожалению, умер. К сожалению, у него была пагубная привычка. Деталек, конечно, его гибели я не знаю, но через две недели будем рассеивать его прах на горе. В общем, это тот человек, практически, с которого началась вся эта цепочка тех людей, которые здесь появлялись. Потому что я приехал к другу Ренату. Ренат, соответственно, познакомился с Сашей Трофимовым. Они оба основали компанию Sunny Appliance Repair, в которой я работал один год, чему-то научился. Саше большое спасибо за то, что он сделал. За то, что основал такую хорошую компанию, которая, в принципе, дала в США многим хорошее начало. Сегодня у нас День Благодарения. Я такой прихожу в офисе, никого нет. Хотя время уже, извините меня, 8.50. Безобразие, мне кажется. Полное безобразие. А еще, поскольку сегодня День Благодарения, я решил приготовить в коем-то веке индюшку на своей коптилке. И так получилось, что у меня кончились эти пилеты, которые образуют дым. Поехал я, значит, в Хом Дипо. Сегодня Хом Дипо закрытый, представляете? А тут я вернулся? Конечно. Короче, у меня проблема. Спускает колесо. Сколько это можно терпеть, а? Ни хера непонятно, как это произошло. Вроде гвоздей никаких нет. Я снова на 9-й стрит, друзья мои. У меня есть волшебная кнопочка. Тенец. И должны, вроде, открываться. Хабар. Вот, я купил много этих кнопочек. Кстати, здесь у нас туалет все еще работники не забрали. И смотрите, какая красота! Все, поэтому можно ездить. Представляете, короче, мне нужен теперь дворник, который будет ежемесячно здесь все красиво подметать. Тут, конечно, еще надо забор подправить по-человечески. Ох, как тут вообще-ка. Смотрите, как красиво! Я вчера в ребят попросил. Смотрите, как красиво они обшили все. Молодцы настоящие. Они сняли обшивку и сделали звуковой, ой, вейпер барьер, так называемый. Смотрите, какая классная здесь вот эта вот ерунда. Песок. Все ровно, все четко вообще. Красота, красота, красота. Ох, как красиво. Ох, ничто себе какой тут атик классный. Мощный. Так, где окна? У меня вопрос. И где моя обшивка? Они что, ее полностью выкинули? Я не планировал менять обшивку, я просто думал сделать новую изоляцию. На нее сверху поставить, ту старую обшивку посадить. Так, здесь будет новый танк, то есть вот архитер. Интересно, зачем здесь ручка с ключом? Здесь должна быть дверь в туалет. Но обшивку я не хотел менять. И окна куда-то потянулись. Здорово. Да, привет. А скажи, пожалуйста, куда делись окна? Окна, они не держались. Они держались на дух маленьких скрузиков. И они просто ходили из рамок. Не, ну я понимаю это. Они есть. Они есть. Ты только скажи, ты будешь их ставить новые или старые? Ну старые, конечно. Они же хорошие. Они были прекрасны, они новые же. Еще у меня такой вопрос очень щепетильный. Я на самом деле планировал вот эту старую обшивку, которую ты куда-то видимо дел. Я ее хотел обратно прибить. А, ну это нереально. Потому что у нас, когда демонтаж происходит, она как минимум ломается. Там она поедемая. Какая? Она вкусная же. Она же гнилая. В тех частях, где сырость и где свеки. По-любому она не приходит. И, ну, как демонтажа она ломается. Ну я понял, хорошо. Что ты мне можешь предложить на замену этой долбанной обшивки? Потому что обшивку уже надо вставить любую. Можно же какую-нибудь типа пластиковую засунуть, нет? Можно сайти пластиковую сделать. Ты можешь это замутить? Да. А я смотрю, какие есть варианты. Пришли, пожалуйста, мне варианты, хорошо? И мне надо это срочно делать, потому что я хочу электрика сюда запускать уже. А тебе пластиковые варианты. Пришли мне варианты, на самом деле, потому что я не понимаю, что есть на рынке и хера вы знаете. Хорошо? Да, окей. Все, давай, спасибо. Короче, расходы, опачки, на. Вот это номер. А, ну это старая длинная с теплой водой. Главное, она побежала только тогда, когда я здесь. Очень интересно. Плюс надо будет там все переобшивать, потому что это полный пи***ец. И вон там вот это отверстие закрывать, потому что туда залетают всякие птички. Ну песок, конечно, здесь просто офигенский. Видали? Вот так вот оно. Татара впустить на какую-то территорию. Так он все тут красиво сделает. Вы все жаловались, что я тут устроил. Хрен знает что. Будет красиво здесь. Увидите еще. И выдираю все лишние провода, которые здесь все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что такое? Ну как так вырезался? Прямо в воду. Ничего страшного. Летим дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, будет полная красота. Что вообще, какие тенденции сейчас есть на рынке в Сан-Хосе и в целом в Калифорнии и в целом в США? А тенденции такие, что рент падает. Украина знает, с чем это связано, но рент падает. Вот спроса становится меньше, то ли денег у людей стало меньше, то ли еще что-то. Но фишка в том, что в среднем этот показатель по падению аренды жилья в Бэйрии упал на 10 долларов. Представляете, вот статистика официальная вышла, да, вот тут цены падают, ля-ля-ля, они упали на 10 долларов в среднем. Все начинают снова предлагать всякие скидки и так далее. Я могу со своей колокольней сказать, что у меня трейлер сейчас вот этот красивый стоит 1600 долларов в месяц снять и 1500 долларов второй снять. На самом деле разница между ними просто колоссальная. На самом деле, скорее всего, второй трейлер, который беленький, я буду сдавать его дешевле. Где-то, наверное, может быть, ну за 1200, где-то вот так вот, а тот я буду все еще сдавать за 1600. Благо у меня человек уже есть, спасибо тебе, Миша. Даже если будет все плохо, даже если все будет ужасно, пассивный доход, в принципе, у меня какой-то будет. Потому что в первом доме две комнаты, это по 1000 долларов. Во втором доме тоже я буду сдавать каждую комнату по 1000 долларов минимум. Если даже я буду трейлеры каждый сдавать по 1000 долларов, что будет совсем, конечно, печально, я буду все равно иметь 6000 долларов в кармане. Еще я хотел сказать, что в Бэй-Эре, в Кремниевой долине, все плохо, все ужасно. Новости очень везде со всех сторон идут плохие. Всех увольняют вообще просто. По 10 тысяч человек собираются в Гугле уволить, в Тесле там хрен знает сколько людей уволили, в Нетфликсе. И, наверное, вот в этом потоке едут хотя бы минимум один уволившийся человек по любому. Полное безобразие происходит. О чем это говорит? Это говорит о том, что будет снижаться некий потребительский спрос. Но! Ввиду того, что у нас бизнес essential, друзья мои, у нас все будет всегда хорошо. Если даже спрос уменьшен, то это означает для нас что? Правильно, это будет у нас отложенный спрос. Потому что без кондиционирования и отопления люди просто не могут. Так же не могут без электричества. И всем нужна вода, всем нужно ходить в туалет. Поэтому не надо переживать. Всем нужны апплайенсы, всем нужен уход, комфорт и так далее. Я хочу сказать про свой институт. Кто-то у меня в комментариях спросил, даже мне в личку кто-то написал. Руслан, а где ты учишься? Чему ты учишься? Никогда такого не слышал. Друзья мои, я учусь на Мастер Бизнес Администрейшн. Называется курс. И он онлайновый. Онлайн Мастер Бизнес Администрейшн. О-М-Б-А. Наверное, кто-то слышал, типа, крутые какие-то дяденьки. У них у всех есть степень MBA. Это типа степень, ну не PhD это. Это ни хрена не PhD. Это такая хрень, которая просто... Типа, ты прошел этот курс. Типа человек что-то знает, что-то про бизнес, что-то про менеджмент соображает. Я уже учусь практически с августа месяца на этом курсе MBA. В целом он нужен, конечно, тем людям, кто где-то работает. Для бизнесмена он, наверное, нужен для того, чтобы просто что-то новое узнать. Моя задача была узнать что-то новое, применимое с точки зрения бизнеса. Что-то, конечно, я новое узнал, но как оно применимо с точки зрения бизнеса, ну не знаю. Такое себе я могу сказать, потому что в целом то, что мы сейчас проходим, это вот настолько, можно сказать, верхний уровень всего. И оно такое неприкладное. Они там рассуждают о всяких высоких материях в менеджменте, в экономике и прочей хрени. Оно ну никак вообще не прикладывается к какому-то мелкому бизнесу. Буду учиться, буду смотреть, может, что-то полезное, более полезное я изучу. В целом, конечно, интересно. Сейчас у нас заставляют, ну типа подготовить материал про Тесла, что сейчас Тесла делает и что она должна делать. Imagine a world, where all cars are powered by electric or solar energy. The Tesla Model Y has officially overtaken the Volkswagen Golf in sales in Germany. Tesla has to create more affordable models and airplanes to increase their value on all markets. Поэтому, друзья, вот так вот жизнь просто бьет ключом на 32, вернее на 36, поскольку мне 36 лет. Надо с собой заниматься. Кто им, вами будет заниматься? Никто. Никому вы нахер не нужны. Дети, конечно, у меня классные, молодцы, я о них забочусь. Но в первую очередь, наверное, я думаю, надо ставить себя. Потому что если мне будет хорошо, то им будет тоже супер. Кто-то, может, скажет, что я не прав, надо всю любовь и заботу отдавать детям. Я не скажу, я так не считаю. Потому что я понимаю, что, блин, если у меня будет плохое настроение, то я буду его передавать детям. Если у меня будет классное настроение, я буду добрый и счастливый, то я, соответственно, эту позитивную энергию буду также подавать людям, которые меня окружают, в том числе и детям. Поэтому надо всегда быть в хорошем настроении, чего и вам желаю. У нас отличнейшая погода просто в Калифорнии. Солнце светит, тепло, светло, сухо, никакого снега, никакой слякоти. Просто обалденно. Ребята у меня на работе, дядя Альберт с Васей, починили мое колесо. Там где-то гвоздик нашли. Ну просто все классно. Просто все офигенски. Сегодня будет вечеринка в честь дня рождения Джамиля. И Румия подготовила там куда-то, всех позвала. Поэтому будем справлять день рождения. Кстати, сегодня нету дзюдо у детей и русского. Потому что вчера был Black Friday. Я ничего не купил себе. Потому что у меня все есть. Вот прям все. У меня последняя камера GoPro. У меня все там самое последнее. Самые крутые квадрокоптеры, дроны и прочая хрень. Просто я настолько укомплектован, что мне уже не на что тратить деньги. Поэтому я все деньги трачу вот на эту стройку. Прикольно же? Я вам очень всем желаю быть в хорошем настроении. Всех заряжать этим настроением. Я обожаю всегда смотреть, например, Марины Магнюк. Потому что она постоянно меня какой-то положительной энергией заряжает. И это очень круто. Потому что, блин, вроде посмотрел. Думаешь, хм, классно. Почему я так же не могу? Я тоже так же могу позитивно смотреть на весь мир. Смотрите, какая красота. Вот желтые листья. Осень. Просто красота. Просто настолько классно в Калифорнии. Круто, что просто вот я даже не знаю, почему сюда люди не едут и просто тупо не живут. Да, понятно, что здесь все хреново с налогами. Социальные всякие, экономические какие-то темы есть. Но, блин, здесь просто классно. Магадели. представляете приехал кататься на велосипеде с группой окажется не отменили я такой приехал и не посмотрел и вот что здесь творится на самом деле отменилось это все потому что здесь происходит сейчас prescribed burns предписанные поджоги ну чтобы короче огонь сильно не распространялся поджигают какие-то определенные места 10 баксов заплатил за парковку за две минуты называется один трейл отменили зато есть другие трейлы всегда есть какие-то варианты друзья мои поэтому если вас что-то не устраивает значит надо что-то менять там был дым и все все отменили и в принципе я тоже туда не поехал потому что там было просто невозможно дышать здесь с этой стороны горы от дон николас просто все прекрасно красиво и офигенски выбор всегда есть и он остается за вами не переключаемся и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу завершить это видео. Всем спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставим палец вверх и не забываем подписываться на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.